Всем огромный привет! Меня зовут Аня. Спасибо, что заглянули на мой канал. Все те, кто еще не подписан, подписывайтесь обязательно. Я уверена, что мы с вами подружимся. Ну а те, кто не в первый раз, еще раз огромный привет! Я очень рада вас видеть. Я продолжаю зачищать свою косметику, как уход, так и декоративную. Что-то я отдаю, что-то я пытаюсь еще раз попробовать и в итоге выкидываю. Либо, короче, взаимообмен косметики в природе. И, исходя из этого, банок пустых у меня в этом месте тоже просто неимоверно много. Слишком много. Я не знаю, такое ощущение, что я потыриваю тут у соседей еще банки для того, чтобы вам о них рассказать. Но, ну как есть. Поэтому, если интересно, что в моем огромном мешке, который у меня здесь под ногами, поехали, сейчас все будет. Вам стоит устроиться поудобнее, заварить чай и слушать, что я вам тут буду сейчас стирать. Поехали! Первым делом у меня попалось, я просто тупо рандомно буду доставать и даже не буду компоновать весь этот ужас. Достала бутылку Батиста, который Divine Dark для темных волос. Мне было очень интересно попробовать Батист для темных волос. Просто посмотреть, насколько будет разница вот с этим белым налетом, который остается от стандартных в шампуне и вот этого. Мне, если честно, он не понравился. Потому что, во-первых, налет не белый, а черный. Потом, если ты, не дай бог, себя почешешь, у тебя когти все черные. И просто ходи постоянно с темными лаками для ногтей, чтобы этого всего видно не было. Чтобы колупывать, это очень долго чистить. Во-вторых, если честно, мне именно от этого не очень хватает ощущения свежести. Ну, такие стандартные светленькие шампуни, там, для Original, Tropic и так далее. Мне нравится все-таки больше. Такой я повторять не буду. Такой вот гель для душа, секрет сияния. Свежесть сияния с маслом морожки, витамином C, Shine Bright. Очень приятный аромат, приятный сам по себе гель такой. После него кожа достаточно мягкая. Я такие гели беру для себя. Сначала попробовала чисто вот, какое-то впечатление о них сложить. А потом у меня Женя пользуется всякими гелями. Ему вообще пофиг. Он любит любые ароматы. Только не совсем какие-то прям трешаковые. И ему даже там такие фруктики или какие-то ягоды больше по душе, чем классические ароматы вот эти мужские. Поэтому ему в принципе было ок. А я могу в принципе рекомендовать у Белиты вот что с гелями для душа, так они все неплохие. И мне как-то ну даже нравится. У себя в закромах в ванной на полке скраб, который я вот в этом месяце добила. 100-500 миллиардов лет назад мне когда-то его присылали. И классный скраб. Мне очень понравился. Внутри у него такая непромокалька для того, чтобы там этот скраб не портился в ванной. И чтобы он там не закислялся от бумажки. Само оформление очень милое. Это скраббери. 100% натуральный скраб. После него обалденная кожа мягкая. И такая вот если очень сильно скрабом этим натереться, то вы чуть-чуть такой шоколадно-золотистый выходите из душа. И мне очень нравилось именно на ноги, на пятки использовать этот скраб. Ну как бы в принципе я понимаю, что можно конечно взять и просто жмых от кофе использовать. Но у меня нет жмых от кофе. У меня капсулы запаянные в пластик. И выковыривать из них кофе как бы. А скраб прикольный. Вот такой вот гиалурон софт микропил тонер от Секрет Кей. Пол-литровая бутылка. Я ее очень долго пыталась закончить. Потому что пол-литра тонера, тонера, не тоника, это очень сложно. Я его изначально использовала как надо, нанося немножко на ладошки и просто нанося на лицо. Потом плюнула и решила, что все равно у меня есть гидролат, которым я восстанавливаю pH. А этим я буду протираться обычным диском. Причем я брала диск ватный, который японский. У него такая более шершавая есть одна сторона, которой я делала реально себе такой микропилинг. Очень мне нравится, очень мне нравится то, что здесь в составе гиалурон. Такой реально увлажняющий. В общем, короче, must have у тех, кто любит просто взять себе какой-то один продукт и им постоянно пользоваться. Попробуйте, особенно для тех, у кого есть небольшие проблемы с сухостью кожи. Я думаю, вам понравится. Это казалось, что я ее закончила в прошлом месяце. Блин, я не помню. У меня такое ощущение, что я два месяца не снимала в банке. Но я это снимаю в каждый месяц. Ну, короче, до био я до конца сыворотку поет. Uniskin Concentrate Pearl. Это, короче, серум такой с бубками. Он очень по внешнему виду очень похож на герленовскую вот такую базу. Тоже с бубками с такими, которые блесточки дают. Это первая сыворотка, после которой мне просто снесло башню. Вот, 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 вот просто слов нет. Я, честно говоря, понимаю, что у меня сейчас слишком много ухода. Но были бы у меня свободные почти 100 долларов или сколько она там стоит. Или, ну, или рублей 140-150. Но я не уверена в точной стоимости. Если бы у меня были свободные деньги, я бы купила. Серьезно. Просто я заметила разницу в коже до и в коже после. После этой сыворотки. Ну, вещь очень клевая. Чисто для моей кожи. Я не знаю, как с ней кто дружится другой. Но для меня это было просто горящие глаза и большая любовь. И, возможно, когда я стану немножко более лухарей, я куплю ее снова. И дальше коробка у меня уже достаточно давно лежит. Я ее специально сохранила для того, чтобы, когда у меня шампунь закончится, кинуть в пустые баночки, потому что это брусковой шампунь в виде кусочка мыла. И по-другому его никак не сохранить, чтобы вам не показать. Молоко, мед. Вот этот шампунь брала я специально для того, чтобы мои концы сухие поднапитать. И первое время я прям кайфовала. Он очень хорошо пенится. Вот, наверное, даже мне понравился он по тому, как он образует пену еще больше, чем мыльный орех. Вот, но через какое-то время я поняла, что мои волосы очень быстро им перенасыщаются. И мне после него хотелось там, например, раз в две недели помыться каким-то более таким подсушивающим, что ли, шампунем. Потому что не хватало объема у корней. Он реально более утяжелял волос и напитывал его маслами. Это такой соцсредства для сухих волос. Я переоценила то, что у меня сухие волосы. Как бы мои концы оказались не до такой степени сухими. Но сам шампунь крутой. Мы с удовольствием с мужем его добились. Сейчас думаю, что, скорее всего, вернусь обратно к мыльному ореху. Вторая вот пенка от On Me. Она у меня пенка для умывания бергамот и мята. Очень мне понравился аромат этой пенки. Хороший состав. Тут бренд этот натуральный. Единственное, но тут 160 мл. Она очень быстро заканчивается. Блин, ну если я не ошибаюсь, что там месяц, ну максимум чуть-чуть больше месяца я ей пользовалась. Все потому, что у нее не плотно сбитая такая пена выходит. А вот она взбивается. Ты наносишь на руку и с руки начинают уже сразу стекать. То есть обычно пенки, как они такие прям упругие, пушистые. И эту пенку наносят. Ты там прям чувствуешь на лице такое, подушечку воздушную. Здесь же она реально моментально попадая на руку, начинает стекать. То есть от этого расход у меня получился гораздо больший. Но она быстро закончилась. Не могу сказать ничего плохого, ничего хорошего. Обычная стандартная пенка, но особого желания к ней вернуться у меня нет. Мне больше нравится моя вот эта детская, которая у меня встает в загашнике новая. И как бы ее я с чуть большим удовольствием буду использовать, нежели эту. Я извиняюсь за такую очень страшную банку. Это Бельди ягодный от Спивак. Не закончилась. Сколько я не пыталась брать что-то из Бельди у Спивак. Первый раз, второй раз и вот это уже третий. Когда ну просто-напросто я пару раз пользуюсь и мне не нравится. Я не могу объяснить, что мне именно не нравится. Эффект на коже, которого я не вижу. Либо я вижу только пересушенность. Короче, в общем и целом для меня это не мой продукт совершенно. Хотя знаю, что у него много фанатов. Много его используют с рукавицей, по-моему, кисы или что-то как-то так она называется на тело. Но я извращаться не хочу. Я, короче, выкидываю и все. И больше я точно к ним обращаться не буду. Такая вот альгинатная маска от Биоси. Это 1001. У нас экстрактом папайи, аргинином и миоксинолом. Разучилась. Она очищающая и обновляющая. Я про эту маску снимала миди... Миди... Миди видео. Мини-видео на инстаграм. Все, кто на меня подписан, думаю, уже видели. Если нет, сходите, можете посмотреть. Понравилась мне эта маска. Единственное, что я... Ну, немножко лошок. И как бы замешала я криво. Потому что я еще в это время пыталась снимать видео. И получилось, короче, много комков. Но это моя личная проблема. Потому что я не очень умею замешивать альгинатные маски. Но советовать могу. Прямо вот в самом начале месяца я закончила вот этот вот крем Алоэ Баттер Фейс Крим. От LP Stories. Очень мне нравится сам по себе этот бренд. Их составы, их оформление, их упаковка. То, что даже после конца срока годности, который у меня истек, я спокойно пользовалась, у меня не было никаких проблем. Просто все замечательно, все отлично, все хорошо. Очень мне нравился этот крем. Я его использовала и днем, и вечером. Уже просто когда добивала вот это последнее время, последний месяц. Там даже что-то на руки. То есть мне жалко было его выкидывать. Еще хотелось допользовать просто до победного конца, что я сделала. И вообще этот бренд я очень сильно люблю. У меня все продукты, которые я от него пробовала, все мне нравятся и по душе. И в принципе, если бы они у нас были в более таком свободном доступе, я бы уверена была, что я их повторяла. Этого покоцанного друга Real Techniques показываю. В принципе, ничего не меняется. Я их люблю за их цену. Они мне служат один спонж ровно 3 месяца. Наносят идеально. Все хорошо, все круто. Свою цену оправдывает. Но на данный момент я на сайте Cosmic Bype подсмотрела, что там, короче, есть классный набор с двумя бьюти-блендерами и маленьким бьюти-блендером, и каким-то еще спреем. По цене 90 рублей получается очень выгодная такая штука. И я хочу, возможно, выпросить себе подарок на Новый год. Ну, либо сделать себе самой подарок. Хотя сколько можно уже дарить самой себе подарки? Кюлоты ты уже сама себе подарила, поэтому... Короче, хочу купить эти бьюти-блендеры для того, чтобы снять обзор, сравнить бьютики, сравнить Real Techniques. У меня появились маленькие спонжи от Reflame, которые просто багические оказались. И у меня есть еще спонжи от Mary Kay. Вот. И на все эти четыре продукта хотелось бы сделать вам обзор. Поэтому, если получится купить, сделаю. Ну, короче, буду копить бабло. В общем, как-то так. Ну, а эти, конечно, люблю. Девочки, у меня очень сильно что-то пошло не так. Но я об этом вас предупреждала в каких-то из видео. Я, короче, кожу лечила. Короче, ну, это просто какой-то трэш, потому что у меня здесь две лаванды, две розы и один розмарин. Розмарин нечестно с моей стороны показывать, потому что в продаже его у нас нет. Но у меня есть свои тайные запасы. Поэтому, как бы, извините. Но смысл в том, ладно, у меня еще пару человек. Ко мне приходило их красила. Я на них тоже поливала, пшикала и умывала их гидролатом. Один я носила даже с собой, потому что был период, когда я куда-то носилась постоянно на какие-то мероприятия. И мне просто нужно было что-то, чтобы... Ну, как термальная вода, потому что мне периодически прям нужно. Но, пожалуйста, поймите меня и простите за эти пять банок. Я честно ими пользовалась. И, как бы, тогда, когда я говорю, что я правда люблю гидролаты, и я вижу эффект на лице, я... Ну, как бы, ну, блин, ну, понятно, да, что... Ну... Очень-очень... Короче, люблю, да. Все. Еще так вот гидролаты вам с таким рвением показывало, что уж выпало из фокуса. Ну, надеюсь, вы мне это простите. Мы с вами давайте поедем дальше. Крем вот такой вот Johnson's Baby детский с молоком. Я его советую всем тем, кто очень там мучается сухостью кожи, взять его экстренно быстренько, намазать на себя на пару дней и очень хорошо увлажниться. У меня же сейчас есть мой любимый уход, которым я пользуюсь, поэтому, как бы, для меня это было уже неактуально. И я просто использовала его на руки. Я крайне редко почему-то говорю вам про продукты для рук, ну, потому что я как-то просто все, чем я пользуюсь, например, там, для лица, какие-то для тела штуки, масла и так далее, я автоматически им мажу руки и как-то вот сейчас себя заставляю мазаться конкретно кремами для рук. Вот. Ну, хороший крем, бюджетный со средства. А если говорить про крем для рук, вот у меня такой сэмпл был от Orly, мне где-то его всунули попробовать, гидрейтинг крем для рук, ног и тела, парадайз, лучи и гранат, я так понимаю, личи. А, ну да, это личи и гранат, лучи. Вот, классный крем, плотненький такой, хорошо впитывается и действительно ручкам очень приятно, мне прям очень понравился, если бы у меня не было там овер-много кремов, я бы, наверное, такое бы попробовала купить полный. Сэмплы вот такие вот гиалуроновых сывороток от фирмы Farma Geluron, нравится. Больше всего мне реально нравится из этих сывороток беленькая. Вот. Это моя такая самая большая впечатлялка. Я их люблю использовать, грубо говоря, как базу под макияж, запечатываю их тональным кремом и за бесы. Мне очень нравится. Выкидываю раздолбыша пудру Комплименте Три Луи. В свое время тоже ей пользовалась, но, видите, даже нормально так пользовалась. Но я немножко там, я, наверное, раза три в этом месяце подчищала косметоз. И, в общем, вот эту пудру у меня в тоне номер один я выкидываю, потому что она слишком для меня сейчас плотная и уже не актуальна. 500 лет у меня стоит вот этот вот воск от Concept Art Style гель для креативного моделирования. Мне советовали его а-ля как воск, когда у меня вот эти маленькие пушистые волосинки пушились, и их нужно было выглаживать. У меня тогда была челка. Он у меня стоит миллиард лет. Он не портился, с ним все было хорошо. Но я потом поняла, что как бы, ну, не нормально. Пора уже выкинуть. Все равно я им не пользуюсь. И как-то, ну, ну, зачем место занимает? Вот ревьер для цветных волос, ну, для окрашенных волос. Это японский шампунь. Здесь 10 миллилитров. Понравился. Но с одного раза, в принципе, мне много что нравится из шампуня. Поэтому, ну, больше ничего сказать не могу. Ну, прикольный. К тому шампуню еще кондиционер. Я использую их вместе. Я уже забыла и нашла только сейчас. Ох, так ли. У меня тени Color Tattoo черные. Да, я знаю, что их, в принципе, легко и просто можно дюрлайном или чем-то разбодяжить и пользоваться дальше. У меня есть куча черных каких-то подводок, еще чего-то. Я люблю, если как базу использовать, то черный карандаш от Reluie, который артистик Вильвет Каял. Поэтому я решила, что нет смысла уже мурыжить эти тени, они несчастные, и пускай они уже лучше идут в мусорное ведро. Вот. Дальше. Magic Mist. Это маленький Pro Makeup Lab. Я его использовала просто для фиксации макияжа, так как я обычно это делала с гидролатами. Постоянно в покупку, если что-то берешь в Академии стиля из Pro Makeup. Вот. Извините. У меня недавно я на Интерстиле покупала что-то еще там минимальное, и мне такую же миниатерку дали. Короче, буду следующую добивать, а эту уже закончила. Мне нравится, но в моей жизни есть гидролаты, поэтому как бы нет смысла покупать такой полноразмер. Вот такой вот карандаш Reluie Blonde. Давно вы его не видели, потому что у меня, вы помните, сейчас уже немножко другие фавориты в оформлении бровей. Но тем не менее, он все равно остается одним из моих любимых. И я посмотрела в своих запасах, у меня его уже нет. И я, наверное, куплю себе просто, чтобы он был. Потому что периодически хочется подрисовать им себе брови, и под настроение прям хочется чуть-чуть вот этого шиммера на бровях. Короче, ну, любовь. Гель прозрачный бальзам основа Белор Дизайн. Мне кажется, уже останавливаться на этом нет смысла. Это мой любимый фиксатор для бровей. Как бы много говорить смысла нет. Он просто еще раз закончился. Добила броудраму от Maybelline. Отчекрыжила тут вот эту пипульку, вот эту круглую, которая на кончике. И мне стало гораздо более удобно причесывать свои брови. Вот, когда я отчекрыжила эту штуку, мне понравилось еще больше. Но, опять же, зачем изменять своему гелю от Белор Дизайн? Если мне нравится и по цвету больше, и по стоимости, и по всем параметрам. Ну, в общем, добила. Он прикольный, он хороший. Для более тепленьких девочек вообще будет зашибись. Оттенок у меня темный блон, кстати. С вами на финишной прямой. Хочу показать вам вот такие три лака. Очень большую часть лаков я раздала. Это вот Candy Bar от Riloui. Мне в свое время нравилось их матовое покрытие. Правда, они такие достаточно сложноватые в использовании. И вот один из моих любимых вообще подвидов лаков из бюджетных. Это Golden Rose. Вот такие вот пирамидки. Что, ну, правда, очень клевые. И у меня к ним вообще вопросов нет. Этот практически закончился. Эти просто очень сильно дико надоели. Любовь, про это я уже говорила. Это патчи от Coco Star. Это, получается, патчи на прыщики. Где-то, я не помню, в фаворитах, по-моему. Да, в фаворитах ухода я про них говорила. Говорила, как сильно я их люблю, как они меня спасают. В принципе, рекомендую всем и каждому попробовать. И, конечно, уже в конце видео я, как обычно, напоминаю, что все ссылки и все продукты, как обычно, в описании. Половиночка от маски Vandini. Я потом в описании вам напишу название, потому что вторая половинка у меня лежит еще неиспользованная. Это классная маска. Она прям реально дает вот прям такой вау-эффект. Два пакетика по цене, по-моему, 3 долларов. Очень клевая этого пакетика на самом-то деле. Может хватать на 2, даже на 3 раза. Я использовала за раз и просто не знала, куда эту маску деть. Можно было просто до попы намазаться, и все бы было отлично, классно. Показываю сэмпл маски от Miko. Это увлажняющая клюква. Добила ее до конца. Если ее использовать курсом, и вот, например, недельно с гидролатом, хорошо. Дальше я поняла, что, в принципе, для меня их маска, которая масляная, мне все-таки нравится больше, чем вот эта увлажняющая. Я все понять не могла, что не так, но решила потом не разбираться. И, короче, повторять желаний явно нет. Ну и напоследок, моя любовь очень, там, прошлого лета, наверное, это тушь Грумандис в коричневом оттенке. Это просто то, что разбивало мне сердце. Я ее просто обожаю. То, как она вытягивает зеленый пигмент, это офигитительно. У нее мягкий этот тубус такой, который хорошо дозирует на кисточку продукт. Сама кисточка обычная такая классическая, очень удобная. Но я ее уже даже несколько раз разбавляла, потому что у меня уже новой такой нету. Очень-очень люблю. И если бы у нас они продавались, я бы их повторяла. Ну говоря, все. Мы с вами молодцы. Мы разгребли эту кучу пустых банок. Я не знаю, что будет в следующем месяце, но я так подозреваю, что все-таки уже такого огромного количества не будет. Хотя, кто меня знает, что со мной будет и как это все будет. Я тут хочу масочки начать подобивать. Ну, хотя бы там сэмплы, хотя бы тканевые. Просто, чтобы что-то пробовать вам рассказывать. Вот. Надеюсь, что вот этот вот фронт работы не оставит вас равнодушными. Вы там лайк мне поставите, что-нибудь напишите в комментариях. Вот. Те, кто не подписались, то подпишутся. Ну, а я, как обычно, очень рада была с вами пообщаться. Я желаю вам хорошего дня. Целую, обнимаю и увидимся в следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...